Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и смотрите продолжение ФФА-сериала на десятерых с дополнением Gathering Storm в Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Господи, я почему-то ход не прохожу. У нас голосование в Конгрессе. Лаутару предал меня. 16 ходов. Вообще нереально, мне кажется, построить. Даже с карточкой. Ну вот 11, это уже более реально. Блин, как Лондон можно отбить, ну? Только другой атомкой получается, своей. Ну, 13 ходов. Если я не открою там вот это ускорение, то я никуда не увлечу. Так, я предлагаю в начале хода делать сейф и грузиться. Рассинхроны задолбали. Так что не воюем сейчас. Поляк, а нафига ты против меня принял? Кризис. Не, я не принимал, я проголосовал. Там по-разному. А, да, против нам. Да, извини, это Лаутару. Так Леопатра или это? О, боже, компьютеры против меня. Ну, конечно. Так, я загрузился. О, у меня Лондон отвалился по лояльности. Я тоже. Рим. Я еще думаю, парни не успеют. Ну. Так, давайте пока апгрейдом займемся. 540. старые сообщения окри объявил войну риму понеслась жара он тебе объявил войну так рим ты загрузился нет еще лапнуть у нас так и осталось не заселенная пустыне кстати нефти чем я вот эти все нефть можно как-то обработать таки так здесь нефть обрабатывается где нить еще есть нефть поближе а ну что я сделаю карточка там за кассия война у крео полевые пушки корову сражаются против ровных как у меня науки сразу мало стало его буду полиграют народа гениальный ход я думать и поможет тип у меня самолеты есть между прочее 4 реактивных истребителей которые могут одного робота в принципе того мне бы центр города отремонтировать но я не могу это сделать пошла ядерка подожди рим ты загрузился мы воюем ну рим что за дела только тоже мне куда он едет запустил города сидеть сидят все тебя ждут такой зашел и начинаешь воевать может мы заверимся с тобой рима как тебе такой вариант принятия не слышу что ты говоришь я говорю я все равно проигрываю смысл умерить и не могу в лондон будут умирать торговцы я поставил карточку ты да куда мы дальше идем спустился вниз он обретает для лондон не он отвалился по лояльности я его не брал и сразу присоединился к тебе да потому что я алия нора это способность алия норы такая дав помню что ну так переделу лондон исследовательские гранты везде надо очень большими сомнениями что я все-таки успею теперь когда взяты но я вот это реально надо было сначала сделать человекоподобных роботов спокойно отбиваться а потом уже так на театральной площади на развлекательном комплексе так египет мир не хочет со мной лично и мапучи тоже пока нет так исследовательские гранты продолжаем я думаю дальше выиграть если в крайне включится как я включу если меня бьют блин ну пошли вдвоем на пирож просто дальше если мы достанем у него очков останется столько же у нас будет друг другу разобьем а он выиграет потому что 12 ходов всего-навсего осталось да кри проще забрать города у него вон мапучи еще пять городов и может быть тебя еще заберет а мне уже забирать некого и нечем но у меня три ядерки есть как минимум поэтому вряд ли я думаю у него больше ядерок ты-то на меня сбрасывал а кри постоянно строй ядерок мапучи ладно что будет пусть у нас бешевые игры нет ну серьезно кри хрен знает откуда идти ну мне кажется мне попутку и тебя тоже не берегу ну там один робот остался полуживой культ кхм а тут еще и дохнут все давайте уже проект манхэттен сделаем правда 9 ходов ну чё я тут чё мне тут делать может на ядерное топливо перейти пока ну все там закончили ход это уж бесконечно нет я еще не закончил в бристоль перебрасываю чтоб там робота построить лёши есть ядерки нету так пингал в лондон магнуса давайте пока куда в нюк не в ливерпуль вроде бы откуда у рима столько урана чтобы одновременно содержать робот и строить ядер да у него немерено там урана в том то и дело это с побега подрыв плотины что как минимум четыре этих робота то есть это минимум 12 урана это это у тебя четыре робота еще были два у меня нет я сейчас я сейчас вижу все всех его роботов почему нет это не все это это роботы на его территории ну вот я вижу каких-то роботов говоришь а еще один у меня было два он и одного убил этим ходом то есть я тоже не знаю откуда у рима столько урана вообще то есть он он сделал атомные подлодки которые тоже уран требует сделал роботов каждый по 10 урана сделал атомные эти бомбы тоже уран у него еще пять боеголовок ядерных так а что там у меня куда тут что летит но это чья ядерка прилетела в рове не скажу они они уже как они перестреливаются между собой ну что ладно лесу выиграл все видимо рим присылал меня за него карайте в смысле лёша выиграл захватит и города рима вот тебе будет победа так я не могу его эти роботы ядерки кидай в них ядерки в роботов я кончил ядерки ну все беда что я же выиграл поздравляю бля я не знаю ребята 11 ходов вы у друг друга можете еще города захватить вы можете захватить города у русского кри может захватить города мобруче я ничего не могу сейчас как вы ну давайте закончим все я все согласились что я победил мы друг другу ядерки мы теперь уже давайте доиграем уже сейчас подождите мы уже не помнят культуру игры либо инвиктор свернется а черт что мне теперь делать мы здесь не нормальный портовый город то убили а ты даже us ник что после кто ним из торговцам дохнут пробегая через это поле о вулкан рим уничтожает город закваченную крину к таким образом конечно не победить ну вообще-то карине спал лёшей идут очень рядом пачка о чем о чем еще о чем и речь кри должен кричать что он не хочет заканчивать дело в том что я не могу ничего захватить больше а кри может я просто уже устал бы он еще и второй город возьмет у меня концерты проходят спасибо японии за хорошую музыку в общем ладно у меня уже нет шансов как собственно у римлян вот это воля рот очень странно конечно надо буду драться до последнего услышав слезы в игры чем этот римляне это мне просто тети без рай ну ты ж у него в соседях он твой сосед мешай ему да могут лояльность жрать уже нехватка сколько ходов 18 здорово 1050 два хода так ну и ускорение там эти да ну наверное надо было больше космопортов строить лондон очухивается еще сколько нельзя будет ремонтировать три хода так 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 Продолжение следует... 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 Один вход Не Не успею я улететь Ну, по очкам-то я вроде Ну, ты знаешь, вообще Если Рим будет у тебя Кри захватывать города То он скорее победит Пророк Нормально 1904 год Мир в ядерном пепле А мы основываем религию Честно, где это вообще Можно сделать Где мы вообще священные места Я каким-то чудом набил Очки великого пророка Но я не вижу, где мне религию основать Типа не знаю, пока он даже меня погнать не может Ну, ты где? Вашингтоне что ли? Одна ядерка входит У меня столько нет Ну, если мы не ошиблись С расчетами То у Рима и на одна ядерка У кого-то больше? Ноль, больше единицы Нет, так мы же Подождите, мы же проголосовали Чтоб у нас было столько ядерок, сколько у Рима Сколько у Рима? Все получили по одной? Да Значит у него была одна Было ли у кого-то больше? Вот в чем вопрос Если у нас Холецкий не обманул, что у него Бурь ему больше Значит у Холецкого ядерок нет Нет, послушай Если бы даже было бы у меня больше То я бы все равно У меня была бы сейчас одна ядерка Нет, я прекрасно это понимаю Я просто пытаюсь выяснить Значит ли это, что у нас по одной ядерке И у каждого было Нет, неправильная формировка Значит ли это, что только у Рима была одна ядерка? Блин, я не знаю, зачем тебе это выяснить По-моему, это пофигу абсолютно теперь уже Типа угадали ли за кого голосовали, что ли? Про это Ну что-то в этом роде, да Типа у меня ноль было И не думаю, что остальные вообще могут их приходить Ну я могу уже Только что проект Панхэттен закончил Ну вот На момент принятия декларации вряд ли На момент принятия декларации еще не было Ну у нас, я так понимаю, Рим Кри и Британия Ядерный держава Так, поляк, а ты не собираешься На меня кидать ядерки на всякий случай? Нет, не собираюсь То есть, в какие-то вот корабли Выдет и играешь, да? Уууу Ну смотрите, для победы наукой Он 25 ходов будет лететь Эта штука Два из 25 Я только через два хода смогу Что-то построить Правда вот, используя Ученого Кто у меня их, губернатор, убрал Следовательские гранты Ох уж и тимопучи Не вижу взрыв, куда смотреть Бристоль Как он тут Какой-то проныра, блин Ну Какой-то вот переплыл отсюда Что он захватил? Или просто Кинул А когда просто кидает ядерку Он же не сильно очков уменьшает Или вообще не уменьшает Ну как уменьшает Из-за количества жителей Хоть Хоть Остался еще Этот Кампус Но на самом деле Смысл доигрывать Я вообще никого не вижу Для швы По-моему 100% Я не понимаю У вас что нет Ни одной ядерной ракеты И ни одного Как бы Юнита Чтобы заплатить город Какой-нибудь У любого соседа Который дошли 200 очков Я думаю У них просто Пустить не есть Я действительно Вот Я не врубаюсь Вы понимаете Логику На самом деле Когда вы играете на очки Вам надо захватывать Слабейшего Как можно быстрее То есть Тебе им надо было Русского захватывать Просто вот У него жирные Большие города У меня союз с ним был Ну а кто в этом виноват Кроме того У тебя рядом 5 городов-государств Захвати их Они тебе кучу очков дадут Что ты их жалеешь Зачем они тебе Лиссабон Антиохия Москат Мехико А че То есть Зачем нападать На человека Через пол карты Когда у вас рядом Есть жирные города Тут даже не дело в том Что там против меня Или за меня Но это просто Обычная логика Чем удобнее захватывать Тем лучше Но он решил напасть На самого сильного соседа Он приплыл Потерял По-моему 6 армий Танков Современных Двух Роботов Сколько там 4 подводные лодки Я так понимаю Ну Ракет сколько На меня сбросил Да он захватил У меня Лондон Но это не стоило Тех усилий А вот представь Ты бы сбрасывал Смотри Бросил ядерку На Кахокию Захватил Бросил ядерку На Мехико Захватил У тебя бы сейчас Вся карта В твоих была А потом бы еще До русского дошел Просто идея Идти Останавливать Сильного Она работает Только тогда Когда у тебя нету Других вариантов Вообще Просто вообще Нету никаких Ну у тебя же Вон под боком Прям Он Кри Мапучи захватывал Я не знаю Вот я думал Что Кри дальше Пойдет Мапучи захватывать Тоже очки Я уже молчу Что у Мапучи Еще есть Антона Нариву Кабул Арма Поленки Преслов А потом еще Города Египта Можно захватить Вот вам Куча очков Просто На ровном месте Нет Надо Халецкого Останавливать Халецкий Вообще Не может Уже больше Очков Получить Но отбиваться То он будет Так Я открыл Этих Не открыл Так Ну вот Можно В Лондон Перебросить А вдруг Успеем Еще Что Некуда Уже Этого Художника Размещать Вау Кто-то Запресла Взялся Это Египтянин Да Не Просто Египту Кто-то Да ты Войну Египту Объявил Поляк Типа Изображает Что там Это Ничего Не Происходит Да Е-мое Типа 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 да елки осталось пять ходов заканчиваю я хоть заканчиваю ну и вообще между мной чат нуаром 120 очков всего серьезно кри ты вот захватишь пару городов мапуча и все может санкт-петербург захватить лучше ну чё-то сильно сомневаюсь что эти шесть жителей аквилей дадут очков ядерками захватывать невыгодно меньше же очков получаешь выгоднее конечно ботов по захватывать о чем и речь идет вместо этого ну нет я не спорю биг классно на меня напал там красиво все сделал но это очень он теми же выживания на меня первый напал поэтому я не вижу смысла чтобы оправдываться почему типу я напал на меня и пытаюсь защищаться пытаюсь тебя и контр так давай все тактики срабатывают все это было последняя ядерка которая кин до 1500 в итоге на 300 производства не ну у меня вылетаю я точно стопудово можно было даже не пытаться считаю вот там шесть роботов осталось чё японец какую сделку а вижу шари от я куплю ну тут пофиг уже милать технологии будущего ради очков набивать захвачу питер чёрт Можно бы и ядерку построить еще одну. Ну? Э. Че за глюки? Ой. Опять где-то что-то. Ну, поляк, это некрасиво. Я же тебя спрашивал, будешь на меня нападать? Ну, не буду я отвечать на самом деле. Я все равно не выиграл. Я решил внести интригу. Тут все держалось на единственном корабле, который у меня был. Не, ну я сам не прав. Надо было, конечно, заключать дружбу с поляком. И понимать, если он отказывается, значит, он будет на меня бросать ядерку. Ну, это, конечно, просто некрасиво вот так делать. Тем более, что он действительно не может победить. То есть, он просто влазит. Так, что возьмем? Шпионов. И улететь я не могу. Ну, похоже, тут все-таки... Ну, я не знаю. Тут либо надо как-то очень глубоко в центре сидеть, чтобы он не мог захватить мой город с космом. Ну, блин, опять же, я здесь проспал. То есть, мне не надо было так конкретно в науку. Мне надо было сначала роботов этих построить. У меня был уран. И потом только улетать. Чтобы я мог защититься от всех этих неожиданностей. у меня робот. Человекоподобный. Ну, тут вообще не факт. Кстати, Криф вполне может побеждать. А почему у них убавилось очков? Я что-то не пойму. Мне кажется, или у Криу... Или это осталось, что они друг другу жители. Да, они друг друга бросают в пепел. У них самая интересная ситуация. Им надо воевать с другими, а не другими. У них самая интересная ситуация. Им надо воевать с другими. Слушай, ну ты утомительный. Ядерка не убивает робота. Да. Я тем более это скажу. Он в ядерном угаре там не не умирает. Я думаю, можете не очень, да? Да, такое себе. У нас за второе место как бы борьба. Но, по сути, мы ничего не решали. Да нет, тут поляк вмешался. Он может вполне кого-то из вас на первое место вывести. Ну, у меня закончились ядерки. Надо было не тебя бомбить, конечно, кого-то из них. Я думал, тебе хватит. это было вам вырезалено. мне хватит для этого, чтобы снять двести очков. Лёш, чтобы у вас было всех поровну. Но не хватило. Боже, Хиросима? Ого, Хиросима? Повтор Хиросимы! А кто на Хиросиму сбросил? Вы не то взяли. А кто на Хиросиму сбросил? То панический бой, то бунт в тринадцати колонии. Хиросимы на Гасаки. Я бы мог, конечно, Лёша, помочь кому-то из них выиграть, напав на тебя. Но это я не буду на свою победу играть. Так что я решил не нападать. Да не, можешь напасть, чё? Да не, я могу срочу хрустов в союзах учиться. Я тебе честно скажу, русский, я планировал хода через два тебе захватывать твои города если поляк, но я не напал. Так что, как хочешь. Ход не понимаешь, я хотел когда у нас союз распался, сразу потяните войной. Но это было не на мой, я поиграл бы тогда на победу или Рима, или это да. собственно, как и поляк сейчас, я не знаю, но если он получается только, он не может победить, даже если бы он захватил все мои города внезапно. Не, ну почему, если мы все заводим, то он скорее может победить. там, я ставлю. не, 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 хватает, мне, хватает 350, 400, то есть, а я, они отстают на 200 от тебя. А, кстати, это же последний ход, я очки не начисляю. Нет, это еще два хода, вообще-то. Еще будет два хода. Почему два? А, 169 и 170. Да, блин. музыканты в этом ядерном угаре появляются. Такое же весело. просто тырю уже деньги. Да, ну, не улетаю. Три световых года заход, то есть, будет 12-15. Если бы не захват Лондона, но это моя, моя вина, то есть, мне надо было сначала роботов сделать, у меня все было, я не отставал от Рима, я просто сначала пошел в эти научные штуки, а потом в роботов, а Рим наоборот. кто-то поленки перекупил. Ну, да, нигде, нечего строить. Анна, уже давайте просто выберем. Ну, еще вот технология будущего я очки, кстати, получаю. Давай, поляк, заканчивай ход. Тем временем у ума пощи начали отваливаться. Ну, вот тебе надо было крик захватывать, конечно. Ты там перестреливаешься ядерками с Римом, но... Так он на меня напал. Что я могу сделать, если на тебя напал человек? Ты не пойдешь пилитеишку дальше. Ну, какие-то юниты отправить, почему нет? Поляк. тогда почему я столице было захвачено? Поляк. Что-то не так много юнита. Да-да-да, я тут тут поляк. надо врослав захватить, но побольше будет. добегает, добегает. Вопрос, долетает ли ядерка. Да вы там надоели. Дайте походить. А, нет, только сюда долетает. Ладно. ну ладно, серьезно. второй раз, второй раз, мой май, соседный морской горы. Как бороться с роботами, если они заход, захватывают горы. Да походи ты. Что мне тут рано? Ну, почему он не стрелял, почему он подплыл? Боже. Что не так? Ну, почему он не хочет сюда выходить, этот робот? А, зона контроля. Понял. Выпускайте. Ладно. А он уже ничего не решит. Ну, я на второе место вырвался. Я должен захватить Вильнюс, иначе я не восстановлю историческую справедливость. Боже. Давай, Кри. Я не хочу же, я не знаю, сейчас я не заставляет ходить. Shift, Enter. Я не знал, что такое получилось. Зачем ты вообще меня бомбил? Зачем? Просто, ну, в чем идея? Идея была в том, что 200 очков я уже сниму этим городом. Примерно. Ну, 150. Почему? Там 20 жителей было, он был довольно крупный. Ну, ты видел, сколько у меня очков снял Рим, когда захватил мою столицу и еще один город не снес? Время я еще не наблюдал. А, ну, кроме того, ты не снес город, ты его захватил почему-то? Да, я его захватил. Прежде чем включить вам общение игроков после игры, хочу высказать свое мнение по поводу завершившейся партии и показать одну штуку, которую я в обзоре не показал. Появился зал славы, так называемый, и здесь очень много инфы. Если вы вдруг пропустили, заодно я как раз про эту игру, скажу, к сожалению, здесь не хранится инфа за все прошлые игры, видите, у меня в Rise and Fall как будто я и не играл, показывается, только вот за нынешние партии. Во-первых, вся, собрана вот вся информация за все мои игры, то есть, во всех моих играх, например, самым большим городом был Кабул, 25 жителей, самая популярная религия доосизм, но это вообще за все. Подготовлено 1074 юнита, 65 юнитов потеряно, это все-все мои игры, которые вот я сыграл после выхода дополнения. Но самое интересное открывается вот здесь, в истории. Я вот правда здесь закрыл кое-какие результаты, потому что я планирую эти игры вам выложить, и я не думаю, что вам будет интересно видеть, только вот вы видите, за кого я играл, а какие результаты, победа, поражение или что-то еще, я это вам закрыл. Но перейдем вот в раздел за Англию, где я победил, и посмотрим сведения об игре. Тут много всего интересного. Во-первых, вот информация, ну тут написано, кто играл, информация по конкретно этой партии, то есть это все игроки вместе, сложено, вот основные четыре религии, например, 18 пусков ядерных ракет, это не только я, это все игроки, еще раз повторю, проведено 2907 боевых, самый сильный юнит лучник, потому что он 29 юнитов уничтожил, а то самые слабые мушкетеры, потому что их потеряно 15 было. Крупнейший город Краков был во время игры, 126 великих людей, получено, потеряно 44 города, ну, серьезно, больше всего использовалась торговая республика и так далее. Можем теперь перейти, ну графики мы посмотрим, можем посмотреть отчет конкретно про меня, вот мы выбираем победителя, мы можем так любого игрока выбрать, там пускай, например, за Рим кто играл, но мы выбираем меня и смотрим, сколько я исследовал технологий, сколько племен, всего 4 племенных поселения нашел, то есть всего 4 руинки, 53 социальных института, сколько выбросов СО2, было и конкретно, вот по моей игре, я думаю, это интересная информация, если вы пропустили в Gathering Storm всю вот эту статистику, то в зале славы открывайте и смотрите. Теперь непосредственно к игре, ну, буду открывать, и кстати, здесь еще в этих графиках есть некоторые графики, которые нету, которые не показывают после игры, например, не показывает, сколько преодолено световых лет, или сколько найдено, обнаружено племенных поселений, вот вы можете обратить внимание, что больше всех нашел в итоге Мапучи, что ли, да, Мапучи 6 нашел, я вот только 4, и то не меньше, меньше всех он получается поляк нашел меньше всех всего 2 2 руинки и все. Так вот, что я могу сказать по поводу этой партии, которую вы только что видели, закончилась которая очень интересная получилась, мне было очень интересно играть на десятерых, большая карта, и в принципе практически без технических проблем, там пару раз кто-то вылетал, только, и все, очень, по-моему, стабильное соединение, неплохо нас даже расположило, у кого-то там были свои упорочки, у кого-то развитие, кто-то по телефону разговаривал, но мне кажется, все участники партии получили удовольствие от игры, у меня было очень неплохое расположение, один единственный сосед это японец по суше, причем он так, мы с ним так располагались, что понятно, о нападении друг на друга мы даже не помышляли, потому что такие горы, через них только если в конце игры ядерки бросать и все, там фиг друг другу пробьешься, поэтому я сделал ставку на доминации на море, тем более, что я морская нация, Англия, у меня есть свои уникальные морские юниты, по-моему, не прогадал, смог переправиться через море еще одного игрока забрать, который ослабил себя, воюя с другим, то есть, вот Египет с Америкой просто убрали себя из игры, ошибка была в том, что я сразу пошел в научные технологии, пытаясь победить наукой, надо было сначала выйти вот в этих огромных боевых роботов, их построить, благо у меня был уран, спокойно отбиться от наступления Рима, я думаю, что он бросил бы все равно ядерку, но хотя бы города у меня не захватывало, так мне просто юнитов не хватило, я слишком поздно в них вышел, и потом бы спокойно выходил бы в научные техи, и я бы мог здесь победить наукой, без вот этого победы по очкам, он бы не смог меня захватить, у меня были бы мои города нормально развитые, может быть, даже я предотвратил бы кидание ядерок другими игроками, кроме того, ну, это моя ошибка, ошибка же Рима, я считаю, вообще, потому что он на меня нападал в принципе, у него рядом было куча городов и других игроков, которых он мог захватить, если он думал, что тут победа по очкам, у него куча городов государств рядом, которые он может спокойно захватывать, он даже не был их сюзереном, вот чем Кри занимался, он мапучи захватывал, Риму надо было захватывать города-государства, русского, наверное, надо было захватывать, вместо этого он потратил кучу ресурсов и времени, чтобы добраться до меня, он мог вполне до меня добраться, например, захватив русского, а потом уже через русского ко мне идти и мешать мне побеждать, вместо этого он очень долго плыл, много построил этих роботов, там, ядерных ракет, атомных подводных лодок, это все ресурсы, кстати, у него, видимо, повезло ему с ураном, но он не смог в итоге так меня застопорить, чтобы я проиграл, ему не хватило этого, то есть тут надо было не меня стопать, а ему самому развиваться лучше, иначе зачем вот все это, что он делал, то есть это мое мнение, у тебя рядом есть города, которые можно захватить, у тебя есть рядом игроки, зачем плыть фиг знает куда, для того, чтобы помешать победе, ну, и я повторю, что я тут тоже сам ошибся, не вышив, себе я вышел в этих огромных роботов, я бы, у меня бы роботы именно в тот же момент были, когда ко мне приплывал Рим, я бы тоже мог на море с ним воевать, этими роботами, а так как я намного лучше, вот видите, график по культуре, намного лучше него по культуре развивался, то у меня бы была карточка на строительство этих роботов, я бы их быстрее и больше построил, ну, в общем, вот такая игра, давайте послушаем теперь, как мы обсуждали концовку с другими игроками, спасибо за игру, спасибо за игру, спасибо, я же поздравляю, спасибо, ну, я еще раз повторяю, Рим, я считаю, что ты очень зря пошел на меня нападать, это, ну, возможно, это куча ходов потрачено, пока ты ко мне плыл, и куча ресурсов, то есть, я не сомневаюсь, ты мне ухудшил ситуацию, но у тебя были совершенно другие варианты, и города-государства, и тот же русский, и не продлевать с ним союз, ну, меня бы он бы так тоже легко не захватил, но... поверь, он бы тебя легко захватил, потому что он приплыл атомными подводными лодками с ядерными ракетами и большими роботами, ты просто не мог бы ничего сделать, это один, он бы за два, нет, за три хода захватил бы все твои города, вот, исходя из того, как он на меня нападал, ему три хода было бы достаточно для захвата тебя всего. Ты бы просто ничего не мог сделать, просто вот, ты никак не мог бы от этого защититься. Потому что у меня урана было ноль. Вот, смотрите, если вы графики смотрите, вот счет игрока, вот, посмотрите, как у меня просел счет, когда у меня Рим захватил столицу. Я не понимаю, почему вы такое долгое время русского считали за одного из лидеров, если у него все очень плохо было по развитию, у него как были его четыре города, так и не... стал же лидером. Я вот полный когда меня попилили, все начали говорить, что вот это какой-то японцы наука. Британец, либо КРИ выиграет. Было тройка, так сказать. КРИ, Рим и Британец. Русский не ходил в часы. У русского наука была хорошая? Да, у русского. Было, в принципе, возможность выиграть какая-то. Да, у меня не было никаких это... Это Рим. Я не было ни урана, ничего. Это я по науке. Я даже не мог не строить ничего не подводной, не атомной лодки, подводной. Хотя в них вышел одинаково вместе с вами. ну тут я уже все хорошо. роботов строить вышел. Ладно, пошел спать. Всем спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, и я еще затупил, это тоже на будущее. я зачем-то сначала пошел в научные вот эти все техи, которые позволяют улетать, а потом только в роботов. Надо было, как Рим, то есть у меня было науки больше, просто выйти в роботов спокойно, построить их. я бы вообще тогда от Рима отбился, но я решил, надо быстрее, мне ничего не помешало бы потом эти техи открыть и улететь, из-за того, что забрали столицу, где у меня космопорт, соответственно, это и не дало. Да, так вот, там сейчас даже с этим, когда тебя столица забали, у тебя, наверное, еще в хода 2 ты полетел бы, в хода 3, может. Нет, в хода 2, а там можно же посмотреть, сколько прошла экспедиция. Я думаю, 4 седовых. Нет, мне, наверное, ходов 5 не хватило. Там написано точно можно посмотреть. Нет, так там, нет, я тебе могу сказать, что я, по-моему, сейчас 9 лет пролетел, но дело в том, что у меня сейчас просто в столице, у меня единственный космопорт был в столице, у меня сейчас в столице не было производства нормального, вот и все. И плюс, из-за захвата городов у меня эта теха на ускорение полета открылась намного позже. Поэтому вот так, ладно, спокойной ночи, всем спасибо, пока. Спокойное утро, вообще-то уже. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok